Ну, как вам кусок про Элли, да? Ну, открытого рта не было. Ну, как-то два раза смотрелось, и как-то сначала первый раз посмотрел, как будто сумбурно, не мог связать что с чем. Ну, понравилась тема про реку, которая впадает в океан, как нечистоты, силы нечистоты. Ну, может быть, больше всего меня поразил этот эридан, потому что я уже давно… Вот рисунок, который я вам прислала. Мы этот рисунок с Татьяной очень давно задумали нарисовать и обсуждали, как должен выглядеть портал Артемиды, когда вообще про эридан ничего не знали вообще. И как бы подсознание все равно вытащило то самое… Ну, мы же фактически там эридан придумали, да? Уходит портал куда-то под землю, а потом неожиданно канализационная труба в океан выбрасывает. То есть там прям как раз и получается река, которая ниоткуда не течет, никуда не течет, но выбрасывает тебя в океан. Ну, то есть получилась метафора из карты неба. Ну, поражает еще не только то, что себя хочется похвалить, что мы такое вытащили из своего подсознания две женщины, но и то, что это находится в Колхиде здесь, что все рядом со Сталином. Ну, потом, может быть, вас это поразит еще. Рисунок понравился. Он какую-то жуть и страх вызывает. Ну, а мне еще понравилось то, что на катарсисе, ну как, тоже достаточно в последнее время частенько выходила река, когда ты плывешь вниз по реке и в сторону как будто океана. Вот это было такое. Ну, если по реке плыть вниз, это всегда в сторону океана, либо в другую реку. Да, интенсивно, да. Ну, мы сейчас еще вернемся к этому порталу Артемиды. И тут вам не видно, а зрителям видно, я вперед поставила часы наши с фаунами. Там наверху нет. Видно же вам, да, что нет наверху? Угу. Но сначала я хочу, чтобы вы сформулировали из всего рассказанного дедом за все это время и немножко мной, как вы вообще понимаете жреческую историю Медеи и Ясона? Коротко просто имя жреческие вехи. Я сейчас даже не... У меня почему-то больше отложилось из прочитанного в книгах. И у меня просто какое-то есть общее впечатление, наверное, вот с учетом прочитанного и то, что дед говорил. Ну, вы мне расскажите без бытовых деталей. Нет, без бытовых сейчас я пока не могу рассказать. У меня просто упорно вот сидит в голове, что Ясона это какой-то, как сказать, ну, придурок, что ли. Вот, который как бы не оценил Медея вот так вот. Она там везде помогала ему во всем, там все сложные ситуации как бы, она помогала ему разрулить. А он вот, как сказать, не оценил. Ну, мне тоже так примерно, что на каком-то этапе он предал ее, что ли, вот это вот. Вроде все сначала нормально, нормально, но на каком этапе ты предал. То есть, у вас сейчас Медея хорошая и Ясон плохой? У меня, да. По большому счету, в целом, наверное, да. Так, наверное, ощущение. Ну, у меня в целом ощущение, что там хороших нету вообще. Судя по результатам, ну, как-то не верится. Мне лично не верится, что там кто-то хороший есть. Ясона вообще как-то я не воспринимаю как какого-то человека развитого. А Медея, ну, Медея, да, она что-то, по крайней мере, в центре внимания. То есть, она тянет там всю эту, вокруг нее все вертится. Но я не готов сказать, что Медея в конце концов поступает как-то уж хорошо. Ее дела не говорят об этом. Скорее кажется, что Ясон при Медее, а не Медее при Ясоне как-то, вот. Может даже, ну, может исходя из этих фильмов, кажется, что он как будто мальчик при такой вот взрослой женщине умный. Ладно, тогда начнем разбираться. Потому что все это неправильно. Ни то, ни другое, ни третье. Но начнем мы вот как раз с тех часов, где два фавненка несут бочку, которая лежит на шкурах львицы. Помните, да? Угу. И видно по этим часам, что все, что они несут, они этим гордятся. И раньше как-то очень невнятно было про вот эту вот шкуру. Мы только недавно накачали это. Что сейчас расскажу. Что у фавна есть две вещи главные, которыми он гордится. Первая это вот рога. Рожки, помните, у них есть. Ну, а у большого оленя. Но он гордится не тем, что он рогат, не тем, что ему женщины изменяют. Не этим он гордится. Настоящий фавн гордится тем, что он дорос видеть в женщине блядские проявления. То есть дорос видеть тьму. Ну, не каждый же готов, да, это видеть. А дальше гордится он вот этой вот шкурой льва. И было непонятно, ну что тут гордится убитой девой, да? Ну, теперь стало понятно, что мир Посейдона деву не слышит вообще. Ну, просто ноль. Ее не существует в мире Посейдона. А мир фавна может слышать мертвую деву. Ну, например, мертвую Зоику Смедемьянскую, мертвую Медею, мертвую Хармиану, мертвую Жанну Дарк. То есть те, кто прошли портал Геката и уже живут в жреческом мире, они могут живую деву слушать. Слышать, не слушать, конечно, слышать. Ну, и получается, что смотря с какого ракурса смотреть. Если смотреть со стороны мира Посейдона, начать слышать хотя бы мертвую деву, это же уже круто. Это же победа. И они как бы празднуют эту победу, что они ее слышат. А если смотреть из жреческого мира, можно вообще грустно описать, что Зоя Космедемьянская приходится ей идти на смерть, чтобы ее услышали и победили войне. Можно так посмотреть. То есть с одной стороны это шкура льва, это и победа. И в то же время помни о своем уровне, скромность. Так же и рога же тоже самое. Да, конечно, это победа, что ты уже всякие махинации темные женские видишь. Но если из жреческого мира смотреть, нужно же уже, чтобы ты мог окружать себя такими женщинами, в которых этих махинаций нет. То есть смотря с какой стороны. С одной стороны максимальная победа, с другой стороны скромность. Ну и из этого куча следствий получается, что какая-то вот хорошая женщина развивается, вроде Медеи или Хармианы. И сталкивается с ситуацией, что у нее влияние исчезает. Но темные травмы, темные тайны она удаляет, становится честной. И привычное ей влияние на окружающую действительность, на людей, на мужчин у нее исчезает. Она пустышкой становится, как будто бы ее не слышат, не замечают. То есть, как бы, ну такой своеобразный стресс, изменение сильнейшей ситуации. И первый соблазн – это родить ребенка, чтобы увеличить свою влиятельность. То есть, она через признание своих тайн, там и прочее, перестает влиять, как венеричка. И у нее реакция «останок, и я влиятельный хотя бы как Гера». Ну и вот тут мы подходим к проблеме как раз-таки Медеи. И почему это не только Ясон во всем виноват. Медея, как вы помните, нарожала кучу детей. А еще из мифов известно, что когда Ясон приплыл к Медее, чтобы он в нее влюбился и вообще ее заметил, нужно было подключить разогревателя этого афродитного. Как там его зовут? Купидон. Купидон или Эрс, да. То есть, она уже настолько очистилась от блядских травм Медеи, что чтобы ее Ясон заметил, пришлось Афине попросить, чтобы рядом присутствовал какой-то разогреватель для темных отношений. Как ни странно, что… В принципе, тут ничего такого нет, что Афина что-то там помешала им. Ясон бы так и так там погиб, да. Но он пришел, он не в состоянии был победить без помощи Медеи. Соответственно, дальше либо бесславная смерть и ничего интересного, либо Афина сделает из них интереснейшее учебное пособие из хороших людей, которые когда-нибудь победят. И тогда она делает так, чтобы Афродита сумела добавить Медеи с помощью разогревателя такой блядской привлекательности. Ясон у нее влюбляется, женится. Ну, я думаю, что когда разогреватель ушел, у Медеи вся вот эта вот влиятельность бляска опять исчезла. Она что-то говорит Ясону, он вообще ее не слышит. Он же портал Геката еще не прошел, он в серединном мире обитает. И тут ее как понесло, она начала этих детей без конца рожать. И это как бы привело к тому, что сколько она всю молодость, всю свою как бы раннюю жизнь стремилась избавиться от темных травм, от темного влияния и вляпалась в такую дурацкую ситуацию, что стала Герой. Ну, это же вообще совсем не об этом она мечтала, когда была жрицей Гекаты. Ну да. И тогда можно истолковать, зачем она вообще посвятила детей Гере. Почему она в храме Геры оставила детей? Не потому что она почитала Геру, а потому что она поняла, что она воспитала детей как Гера. Что эти дети не посвященные. Это простые дети Герички. И по сути вот, как бы она вот этим... Ну, как бы... Ничего страшного такого же не произошло, что... С точки зрения... Ну, то, что убили детей Медеи, эти коринфиане, они же не посвященных убили. Они как бы вот... Обыкновенных детей убили. Ну, я понимаю, что это плохо и все такое. Но к тому, что Медея не проиграла от смерти детей, учебное пособие осталось, сохранилось в истории. Вот это зверское убийство детей сохранилось в истории. И оно ключевое, и через него можно распутать историю. Это такой своеобразный узел, на который можно опираться. Что... А то ведь могли и сохранить, что у Медеи детей-то не было. Она, получается, поняла, что предала, что вырастила вот этих детей, как Геричка? Да, она предала и детей, и Ясона, и Афину, и Гекату. В каком-то смысле предала, а в каком-то смысле все-таки... Она выступила учебным пособием, а значит, она детище Афина и как бы... Ну, и не предательница, да? Ну, как это сказать... Если она будет удалять травмы, она должна будет разбирать себя как предательницу, иначе травмы не уйдут. Но в общем масштабном таком смысле она выступила учебным пособием, и следующее воплощение будет дальше развиваться. Как бы такого корневого предательства нет. Может, это естественный путь развития? Ты когда-то становишься учебным пособием такого, да, уровня? Ну, я уж так, мне в голову пришла. А то, кажется, можно было бы и лучше там с Ясоном остаться или как-то развиваться дальше. Ну, это же как раз уже было рассказано, что они были обречены. Ясон к ней пришел, минуя Гиперборею. Это же дед рассказывал. А, ну он немножко тогда по-другому рассказывал, да, что они поехали в свадебное путешествие. Но это уже не спасло. Раньше времени? Да. Незадолго, незадолго до истории Эмидеи и Ясона была другая история. Персей и Андромеды. А Персей пошел к Андромеде через Гиперборею, а не наоборот. А не наоборот. Вообще… А слов там, да, привез. Да. История Персей и Андромеды – это вообще единственная имеющаяся история, когда суженые прошли вместе портал Гекаты и стали великими благословенными правителями. То есть это вот единственная пара суженых, которая жила вместе и правила. Вы больше не найдете, подумайте вот сами там. Зоя одна, Жанна одна, Елизавета одна, Сталин с Шудриной жили в разных местах. Они хоть похожи и сужены, можно предположить, конечно, потом попозже вернемся, но они не жили во дворце одном. Хотя Сталин уже был великим правителем. А она, скорее всего, почти доросла до великой правительницы. Но это не Андромеда еще. Ну вот, Андромеда, как вы помните или не знаете, может быть, это жрица Афины. Не Гекаты, Афины. Это круче. Это круче. И вот некая история произошла. Вот Афина, под сенью Афины соединились великие правители Персей и Андромеда. Проходят года, а новых пар таких не образуется. Ну да. Что должна думать Афина? Значит, где-то есть какой-то косяк. Где-то кто-то что-то идет не туда. И понятное дело, что она тогда заинтересовывается поиском подходящего учебного пособия, которое покажет, в каком месте нарушается воспроизводство вот этих вот суженных великих правителей. И тогда она занимается вот этим проектом Ясон и Медея. Два отличных человека, два хороших человека, которые не смогли пройти портал Гекаты. Ну, в общем-то, две ошибки главные, возможно. Мы разобрались, что… Ну, Ясон свернул не туда, пошел короткой дорогой. А как всегда, всякая короткая дорога – это… Все неприятности начинаются с фразы «Я знаю короткую дорогу». Хочется быстрее все получить. Угу. Медея тоже пошла короткой дорогой, так же, как Ясон. Ее не слышали, и она начала усиливать свою влиятельность через детей. Это же тоже короткая дорога – получить влиятельность. Ну да. Вместо того, чтобы спокойно развиваться и ждать, пока ты пройдешь портал Гекаты, и тебя живую начнут слушать. Слышать. Ну, слушать, я говорю, это мое, конечно, темное «Я» вырывается. Потому что все равно Гера – это не прокачанное. Это Гера хочет, чтобы ее слушали. А Дева хочет, чтобы ее слышали. Так. Сложно соединить все эти мысли вместе. Поэтому буду тут туда, то сюда возвращаться. Ладно, можно тогда попробовать рассказать вот про проблему женщин, вот мертвая шкура львицы. Ну, начну тогда издалека вообще. Помните, у нас был такой волопас. Мы его называли «Батя». Если вы помните, то он стоит на Деве. Поверженной Деве. И внутри волопаса есть астеризм «Три осленка», который мы назвали взаимоотношениями «Бати» со своими помощниками. Ну, мы раньше говорили с учениками, но теперь правильно говорить «помощниками», потому что ученик – это уже элемент триединства, это выше. И получается, что вот волопас стоит на поверженной Деве и готовит своих помощников. Это же очень понятный образ, который мы раньше так и истолковывали, что чтобы образовать помощников «Бати», нужно разоблачить темные проявления Девы. Женщины. Женщины, не Девы какой. Женщины. И действительно же так было, что на начальном этапе мы только разбирали всякие женские завихрения, тайны, вранье и прочее. И действительно, мы прошли потом этот этап, когда нам уже без проблем стало слушать старших. В данном случае действительно слушать, а не слышать. Слышать – это уже из триединства, опять-таки. И если… Нет, просто недавно мы когда обсуждать начали тему учеников, «Прятка» помнится приуныло и написал, что «Ну как же так столько лет в Совете и до сих пор не освоил уровень ученика? Что же я тогда всю жизнь только имитировал, что столько лет?» Но я тогда подумала, что это действительно как-то не сходится. И понятно стало, что прежде мы не были учениками. И нечего тут вопёрдываться никому. Мы просто проходили этап вот этого вот ослята при бате. Напомню, что чем отличаются ослята. Ослята очень сильно зависит от, так скажем, окружающей обстановки. В какой компании они как бы находятся и развиваются, такими они и вырастают. Если им поместить рядом какого-нибудь ленивого осла, то ослята вырастут ленивые. Если ослят держать рядом с трудолюбивым ослом, то осляты тоже вырастут трудолюбивые. Это же, это даже не какой-то же могучий рост. Это просто вот, ну как, некий этап, который очень мало кто проходит. Потому что вот, например, бандерлог – это человек, который вообще не в состоянии слушать старших. И, конечно, те, которые совершенно не научились слушать старших, они воображают себя уже мега-руфиями. А, ну да. Что они спорить научили. Просто одна из претензий, которые вам выставляют, что якобы вы не спорите. Но спорить – это уровень ученика. Пока ты не освоил уровень вот этого осленка из Валопаса, все твои споры – это бандерложья-срачка. Сейчас, когда вы будете учиться спорить, первым делом вы будете все сваливаться в бандерложью-срачку. И мы сегодня еще это разберем, потому что есть хорошие классные примеры, но попозже. Ну так вот, у прятки была, кстати, страшенная проблема. Почему его дед отправил в тайгу к Соловьеву? Потому что на тот момент он вообще не мог слушать Минейлова. То есть он тормозил больше всех остальных в прохождении вот этого осленка в Валопасе. Деду тратить сил не хотелось на это, он отправил, прятка вернулся, и больше никогда к никаких претензий от деда в этом отношении к прятке не поступало. Он там это освоил. Интересно. Быстро получилось. Кажется, так. И как бы это большая разница разговаривать с человеком, который освоил этого осленка в Валопасе и не освоил. Это совершенно другой затрат сил. Но, конечно, те, кто этого осленка не освоил, будет обзывать этих ослят лохами последними, да? Шестерками, не знаю. Ну, в общем, всякими плохими словами. Хороший пример таких вот ослят можно увидеть в фильме «Трюкач». Там вот вся команда Илая слушает, слушается его моментально, да? Помните эту красивую сцену, когда этого солдатика мокрого выдавали за утонувшего Берта? Да, все так складно работали. Бандерлог бы так не смог. Он бы там устроил, там что-нибудь рожи бы корчил, еще чего-то. А эти на лету схватывают. Вот это вот и есть поведение, когда достойного взрослого человека Илая они в состоянии слушаться. Но это еще не ученики. То есть там, не, ну там это и тоже показано все в росте в этом «Трюкаче», что изначально Илай же тоже сначала он воспитывает свою команду, делает из них ослят, сам выступает как волопас. Когда они этот этап проходят, им нужно осваивать уровень учеников, перейти в триединство. Но чтобы перейти в триединство, мало видеть в женщине недостатки. Нужно уже в женщине достойной увидеть что-то светлое. Ты не можешь войти в триединство, если ты не уважаешь женщину. Ну, женщину, в которой есть что уважать, понятное дело. И вот, смотрите, что получается. Молодой фавн когда-то, ну или так скажем, молодой житель Срединного мира, может быть даже вот фавненок, в молодости испытал такое состояние, что они назвали женщину с низкой социальной ответственностью своими именами, попали все в точку, у всех поднялось настроение, даже сама женщина поскромнела и работать стали лучше. Это была победа. Это был рост. То же самое было в команде Уилая. Вот когда-то они разоблачали Нину как последнюю дрянь, коей она на начало их совместной работы. Не в этом фильме, а в начале совместной работы. Она же, Нина, была абсолютно обыкновенной, прыгающей. Из одной постели в другую. И разоблачая Нину, они вот смогли стать ослятами. Дальше Уилаю нужно образовать три единства. Нина, которая много-много-много была разоблачена из фильма в фильм, в ней уже что-то хорошее появилось. То, что в ней что-то хорошее есть, видно уже хотя бы из того, что она в состоянии слышать, не, не слышать, слушаться Элая. Угу. Она хотя бы бандерлога в себе преодолела. Но команда же привыкла эту Нину считать дерьмом. И видеть в ней только плохое. Но в ней-то уже появилось хорошее или начало появляться. Если это хорошее своими именами не назвать, то тоже опять же начнутся неудачи. Ну, полюса переворачиваются. Угу. Ну, понятно. И можно вспомнить тут как раз аргонавтов. Как только Медея попала к ним на корабль, у них началась полоса неудач. Но там огромное количество, не считая, конечно, Ясона, Геракла, Орфея и еще там кого-то. Все начали считать Медею ведьмой. Говорить, что ее надо принести в жертву, выкинуть с корабля и типа все наладится. То есть они не захотели увидеть в Медее хорошее. Они по привычке начали просто тупо доказывать, что все женщины плохие. И посыпались неудачи. А Медея, она же чувствует, у нее нет тайны, к ней плохо относятся. Она чувствует, ну и вот тут она дала слабину, так ей хотелось, чтобы эти аргонавты ее полюбили, что она начала как ксерокс этих детей просто размножать. Ну, то есть аргонавту в какой-то степени вогнали, что ли ее? Ну, не то, чтобы вогнали. Поспособствовали. Поспособствовали, да. Ну, в принципе, если к тебе все так относятся, наверное, ты захочешь как-то быстро исправить ситуацию. Быстро, да, исправить ситуацию. Да, но это вот как раз, ну, это вот общий уровень Ясона и Медея. И они оба хотели слишком быстрых результатов. Угу. Кстати, мы сейчас качаем эту тему, и по всему совету же вот это блуждает скорее быстрых результатов. Ну, да, да, есть такое. Угу. И, ну, да. Можно не согласиться? Попробуйте. Почему неудачи? Ведь корабль вернулся, и вернулся в условиях погони. Соответственно, сам бы Ясона с его командой бы не справились. Мне кажется, наоборот, удачливо они там все действовали. То есть, Медея им помогла справиться. Я представляю, современный корабль за ним гонится. Это же мало шансов. Мы это знаем. Не, ну... У меня ощущения... Это, как это можно сказать, что... Ну, вот, например, взять этого, как его... Артазеева. Суперуспешный партизанский отряд, который начал свое существование с полного разгрома. Они же в итоге победили, как бы, но разгром-то был, но разгром же не назовешь удачливостью. Ну, мне показалось наоборот, когда они начали из Калхида плывать, и как будто... Вот у меня такое ощущение из того, что я прочитал. Как будто до этого Афины помогало, а после, как будто Афины вообще не стало. И вот, и какая-то, кажется, не очень нехорошо. Хорошее плавание было обратное. Какой осадок остался, по крайней мере, что не все хорошо у них было. И поступали как будто как-то не очень хорошо. Ну, и если у них так все удачливо было, как говорит Андрей, то тогда зачем же они хотели выбросить Медеи? Я не говорю, что у них было удачливо. Я говорю, что нельзя сказать, что у них было неудачное обратное плавание. Есть большая цель конечная, которая чем-то заканчивается, а есть попутно много неудач. Вот этих много мелких неудач, из которых им без конца приходилось выбираться, все-таки после того, как Медея зашла на корабль, их стало раз в десять больше. Всех этих неприятностей. А, ну, можно объяснить так, да? С одной стороны, они вышли из всех этих передряг сухими из воды, но с другой стороны, их могло бы в принципе не быть. Ну да. Если бы все правильно было через Гиперборею сначала, потом не надо было бы прибегать к услугам этим Афродиты, то они бы потом просто спокойно вернулись и правили бы своим волком. Ну, если бы спокойно вернулись, то да. Ну, ладно. Я могу согласиться, что могло быть действительно меньше неудач. Но в целом... А в чему это в итоге привело так-то, по сути? А вот там то, что Тритон им помогал, можно это привести к тому, что это неудача? Что прибегли или это так? Кстати говоря, тоже в каком-то смысле, да. Что Ясон мог сделать неправильный вывод, что Тритон все-таки еще ничего. И, кстати, там же была ситуация, в которой какому-то из органавтов Тритон подарил остров и сделал его там королем. Ясон на этом очень должен был заэмоционировать. Ну, почему всякий дурак становится королем, а я все никак не стану? А не стать ли мне тоже Тритонолюбцем? То есть... Ну да, если бы... Это быстрее просто, это быстрее. То, что он хотел, да, быстрее получить. Возможно, они еще влипли просто в такую ситуацию, где они уже не могли сами выжить, и пришлось обращаться, ну, к какому-то, не знаю, к темному божеству типа Тритона. Ну да, из многих неприятностей на обратном пути они выбирались с помощью контакта с темным божеством. Это же неудача. Подождите, Тритон разве был на обратном пути? Да, да, обратно. Там, по-моему, через пустыню их переносило что-то такое? Там много чего было разного. Ну ладно. То есть... Не, ну вот то, что их Тритон там всячески облагодетельствовал в обратном пути, это можно сравнить, когда вот ты сейчас вот тут поднапряжешься, и найдешь себе хорошую работу, но тут мама тебе скидывает на карточку деньги, ты расслабляешься, и все остается на прежних местах или даже хуже становится. Это что, удача? Или неудача? Да, еще надо понять, что такое удача. Если мама деньги скинула, это типа удача. Да. Или вы попали в десятидневный шторм, которого не было до этого, не попадали. Это вы будете воспринимать во время шторма как удачу? Или решите, что на вас навалились неприятности и надо срочно выкидывать Медеев? Ладно. А? Ладно. То, что они ее хотели выбросить, это да, во многих написано, что они хотели от нее избавиться. Мы к Андрею вернемся немножко, у меня сегодня большой кусок будет посвящен Андрею. Так что, сначала мы вернемся к Нине. Нина это, конечно, не Медея, но все равно идут они тем путем, просто не так красиво, не так амплитудно и не так возвышенно. Вот Нина идет с Элаем от фильма к фильму, в котором они разоблачают ее тайны. Ведь если Элай будет разоблачать Нину, Нина в процессе съемок фильма будет меняться, она будет играть натуральнее. Изменения вообще в кадре смотрятся шикарно, фильмы Элая будут популярны, да, то есть у него есть мотив. Ну и вообще хочется светлую команду, в которой хорошо думается. В результате у Нины от фильма к фильму будет уменьшаться влияние, как в Венеричке. Что она захочет? Она захочет родить ребенка, но ребенок это навсегда, куда ты его денешь. Фактически Нина будет потеряна для Элая. Что тогда делает Элай? Он сводит, можно сказать, эту Нину с солдатиком, который супер-супер инфантильный. И она для него как бы мамочкой становится, да? Временный. Временный. Да, инфантильный любовник это не собственный ребенок. Ты от него в любой момент, от любовника можешь избавиться. Соответственно, Элай фактически подстроил Нине ловушку. На, посмотри, какова власть Геры и влияние, понравится ли тебе. А мы еще в Нальчике, это когда были, качали как раз тогда, но это в семинар почему-то не вылилось, что следующий фильм Элай будет снимать наподобие дневной красавицы, где будет разбирать, почему Нина западает на таких как солдатик. А солдатик, это дневная красавица, это аналог, помните, там бандита с дырявыми носками. Угу. Вот это же то же самое, по какой-то причине этот Денев, дневная красавица не могла ли родить ребенка или чего, или не хотела. И она вот тут же подобрала себе инфантильного любовника и почувствовала себя уверенной, влиятельной Герой. Нина по тому же принципу пошла с солдатиком, но они снимут об этом фильм, Нина в этом разочаруется, возрастет, станет светлее, но если все хорошо будет, конечно. В ней появится что-то светлое, что можно будет уважать, и тогда команда сможет начать ее уважать, и они превратятся в триединства. Ученики, дева и деды лай. Но это опять-таки сложно, деву же живую не слышат. Понятно, что Нина, у нее очень много там всяких темных вещей, но вот у нее образуется кусочек девы внутри. Этот кусочек уже можно слышать, а можно не слышать. Если ты его не будешь слышать, триединства не будет. А как вообще, как это сделать? Это кажется вообще нереально. Вот на войне, например, это как бы более-менее еще понятно, потому что мужчины понимают военные подвиги, ну не подвиги, ратный труд, когда женщина достойно несет. Они это понимают. Вот хочу привести пример, как мемуары Бережного, записки разведчиков. Там была такая история, их отправляют, выбрасывают в тыл врага, и за несколько дней, что ли, до отлета к ним пришла их радистка, молодая девушка. Я лучше зачитаю, чтобы, ну, это не я выдумала, что там такие слова, там действительно так написано. Еще накануне все приготовления к отлету были закончены. Пришла радистка с рацией. Звали ее Дусей. Это была девушка лет 18, хрупкая, с голубыми глазами и маленьким, как у птички, носиком. Одета она была в темно-синюю юбку и голубенькую кофточку. На ногах аккуратные сапожки. Ее появление в группе вызвало недовольство некоторых разведчиков. Особенно неистовствовал 16-летний Юра Корольков. Вот еще не хватало бабы среди нас, говорил он с возмущением. Баба на корабле быть в беде. Разведчики, не привыкшие видеть в своей среде женщин, разделяли мнение Юры и сопровождали Дусю ироническими взглядами. Тоже мне вояка в юбке. Не, ну здесь хорошая фраза. Особенно неистовствовал. И 16-летний. То есть самая мальчишка, самый молодой мальчишка вдруг там весь из себя, что он, женщин, не приемлет. Но девчонка была непростая. У нее уже был опыт удачного действия на войне. Если они ее будут не уважать, издеваться и прочее, она начнет приносить им неудачу. И, видимо, на подсознании женщина это чувствует. И она взяла и рассказала о себе хорошее. Как она вообще оказалась у разведчиков. Она как-то, совершенно не владея оружием, заменила раненого пулеметчика во время боя. Была ранена, потеряла сознание. Потом, после госпиталя, освоила и пулемет, и автомат. Курсы радисток прошла. И вот ее назначили радисткой в такую вот группу, тыловую небольшую. После этого мужики ее зауважали. И она действительно начала приносить им удачу. В частности, она даже что-то вроде подвига в итоге совершила там в тылу. Они пробирались из одного леса в другой. Собирались заночевать в какой-то там рощице. А когда пришли, уже почти светало, а рощица оказалась вся выпилена. Одни пни. В итоге они оказались при свете дня в открытой местности. И пришлось с боем отступать к следующему лесу. И когда уже был все просто кранты, командир остался всех прикрывать с одного там фланга. А эту радистку отправил подальше от немцев. В последний момент, когда у него кончились патроны, вдруг раздался за спиной. Раздалась очередь автоматная. И оказалось, что радистка не ушла, осталось командира прикрывать. После этого немцы драпанули. Хотя уже у наших практически не осталось ни боеприпасов, ничего. И честно... А, еще там так странно написано, как будто и потерь даже не было, да? Вы читали? Да, без потерь вышли. То есть вот это вот простой пример. Вот за такого мужчины как бы легко могут уважать женщину, да? Да. Тут даже не надо проходить портал Гекаты. Тут живую женщину фактически услышали. Ну, правда, а грань... Да нет, или там одного ранила, я не помню. Но смертельных исходов не было. А вот в случае Нины ей гораздо труднее рассказать что-то такое хорошее, за что бы ее начали уважать. Или в случае Мидеи тоже. Ну, что она там расскажет? Как она там в храме Гекаты училась признание делать? Ну, как-то мужики это не ценят. Уважать не начинают. Но есть еще один метод, которым пользуются некоторые очень хорошие женщины. Это... Ну, смертный подвиг, да? Когда она становится как бы... Одновременный подвиг, и она становится как бы мертвой, и ее слышат. Это вот сама Мидея, когда она поняла, что Ясон ее вообще не слышит. Она идет на смертный подвиг, сжигает себя, и после этого Ясон все вдруг понимает, и идет уже странствовать, разбирать свои ошибки. Ну, фактически будет ходить от одного святого места к другому, чтобы понять, где он там накосячил, и разобраться в своих дурилках. То есть это оба поступка победа. То, что после смерти Мидеи Ясон одумался, говорит о том, что в Мидее было достаточно светлого, чтобы ее мертвую Ясон смог услышать как деву, да? Ну, то, что Ясон пошел потом странствовать, это же тоже его победа, говорит о том, что он одумался и больше так делать не будет. То есть будет скромнее, будет идти правильными дорогами, а не искать короткие пути. То есть закончилась их жизнь победой. То же самое можно сказать о Хармионе. Помните, было не очень понятно до конца, зачем она покончила с обоев в окружении солдат Октавиана и самого Октавиана. У нас тогда было объяснение только из Валапаса с поверженной девой, что она понимала, что в ней слишком много блядских травм, и она будет мешать своему суженному Октавиану, и поэтому она должна умереть, чтобы в следующей жизни воплотиться более чистой. Все правильно, но второй момент важный отсутствует. Хармиана это все-таки не абсолютная блядь, в ней очень много светлого. Она, наверное, даже достаточно высокого уровня жрица Гекаты. Это мы сейчас попозже увидим. И что будет, если Октавиан не услышит в ней голос девы? Если Октавиан назовет ее шлюхой в ряду Иры и Клеопатры? Он же проиграет. А Октавиан... Вероятность есть. Октавиан — это настолько важная величина, настолько важный проект в центральном событии, что Хармиана не смеет даже чуть-чуть способствовать проигрышу Октавиана. Это преступление сильнейшее. А если она умрет в этот момент, то Октавиан и его войско ее услышат. И она вложится в победу Октавиана и действительно станет достойной правительницей в следующем воплощении. Фактически, может быть... Я не знаю, конечно, тут можно только предполагать. Но сам факт того, что Хармиане приходится умереть, говорит о том, что, возможно, Октавиан на том этапе еще не прошел портал Гекаты. А, не прошел? Еще не прошел. И, возможно, именно со смертью Хармионы он проходит портал Гекаты. Он не прошел? Иначе он бы ее услышал, правильно? Да. Словами услышал, слова услышал бы. Нет, если прошел бы, то как раз таки... И умирать не надо было бы. Хармионе умирать не надо бы, если бы он прошел. Да, если бы он уже прошел. А так, получается, что она ему помогла пройти. А он что, фаун получается? Извините, фаун, что ли? Просто даже не верится. Просто такая, знаете, стойкая вера. Вера, наверное, больше это называется. Что Октавиан, он уже... Ну, он там еще молодой. Он там еще молодой. Он потом станет. Ну, не потом, а вот прямо в этот момент и станет. В этот момент и пройдет портал. В принципе, да, да. Там уже потом еще правителем долго был. Ну, да. А там он совсем еще молодой. Да. Там говорится про Хармиану. Ты сделаешься еще прекраснее, чем прежде. На тебя можно будет девиться еще больше. Если она и так практически верховная жрица Гекаты, то куда еще лучше становиться? Это... Получается, что она сама поможет пройти портал Гекаты. То есть практически Гекатой станет. А в следующей жизни уже родится жрица Афины, а не Гекаты. Андромеда. Андромеда уже жрица Афины. Ей даже умирать не пришлось. Помните, она всего лишь пошла на смерть. Она же согласилась во имя народа пойти на смерть. Ее приковали к скале, чтобы ее сожрал Кетос. То есть она была согласна во имя народа умереть, во имя истины, во имя центрального события. И этого ее состояния решимости на смерть хватило, чтобы ее услышали. И они вместе с Персеем прошли портал Гекаты. И стали великими правителями в этом же воплощении. Бессмертия. Тогда только одну еще мысль скажу. Ну понятно, что Андромеда это там вообще такое недосягаемое. Медея тоже, скорее всего, недосягаемое. Все эти смертные подвиги и все такое. А вот можно что-то попроще. То, что досягаемое. У Элая с Ниной есть такой, скажем, прием, который за счет того, что они занимаются кинематографией, они могут устроить такой прикол. Они могут имитировать смерть Нины во время съемок фильма. И посмотреть, что будет. Услышат команда Элая голос Нины, решив, что Нина умерла или нет? Ну тут уже целая мистерия. А какой фильм получится на основании этого розыгрыша? Неизвестно. Ну, а тут же нужен внутренний голос какой-то, внутреннее решение, а не то, что там какая-то постанова. А что они должны услышать? Вы знаете, говорите внутренний голос. Ну и что? Андрей, ну вот чем вы пердываетесь? Вы пердываетесь. Я так понял. Вот чем мне сейчас объяснять, что такое голос Земли, да? Что такое вот голос чистого подсознания? Как услышишь Зуку Смедемьянскую во время подвига? Вот это все нужно заново объяснять. Чистое подсознание продуцирует некое поле, в котором ты начинаешь лучше соображать в определенных темах. Какая тема связана с чистым подсознанием в той теме, и начинаешь соображать. Вот что значит услышать. Ну, такое объяснение меня вполне устраивает. Да, но это же мы уже говорили на примере голоса Земли. Мне кажется, если именно сымитировать смерть, да, кажется, что это не по-настоящему будет. Она должна вложиться, но... У нее должно быть внутреннее решение. Я не спорю, но эксперимент-то жутко интересный. Я лабораторно, да, работаю. Давайте я скажу. Я хочу сказать, что мне тоже это смутило, но я подумал, допустим, часто бывает, человек умирает, и к нему как-то начинают по-другому относиться. То есть, так или иначе, это трогает. Даже просто само сознание, что его больше нет, хотя он, может, и жив. Ну, просто. Ну, какие-то реакции посмотреть, да. Там, может, каких-то не будет больших каких-то, да, этих, как сказать, свершений, но какие-то, наверное, реакции. А вы фильм, это тот самый Мюнхгаузен смотрели? Захарова? Давно, да. Там же тоже Мюнхгаузен имитировал свою смерть, и тут же его начали воспевать, читать и прочее. Памятники ставить. Даже у него же не было решимости на смерть, он же просто имитировал. И вот то же самое, вот представьте, даже вот просто реально, вот просто я умру. Сразу все вещи, которые я когда-то вам говорила, а вы отбросили, вы вдруг вспомните. Что-то такое, да, скажу. А если я сымитирую свою смерть, у вас все равно будет грустное настроение, и вы все равно начнете эти хорошие вещи вспоминать? Ну, не произвольно начинаешь вспоминать хорошее. Ну, наверное, да, да, будешь. Да даже если просто сесть и подумать, что вот сейчас какой-то там человек умрет, ты сразу начнешь думать, чего хорошего ты лишишься с его смертью. Ну да, начнешь. Вынужденно ты сосредотачиваешься на хорошем этого человека, и если это женщина, то включается какая-то программа, образуется триединство. Понятно. Имитация столько там даст, настоящая решимость столько, смерть вот столько, но... Маленький эксперимент. Хоть что-то испытать, вкусить это триединство. Так. Но Андрея у меня уже сил не остается. Придется это в следующий раз записать. В нем просто заговорил Панфилов. А что, я, когда мне хочется, я буду говорить. Нет, вы говорите, что хотите, но вы понимаете, что с вами происходит, и пусть люди понимают, что с вами происходит. Ничего плохого я не скажу, вы не переживайте, в одном месте даже похвалю. Не знаю никак, с чего начать. А на как-нибудь попробую, что... Вот... Ну, понятно, что есть женщины из мира Посейдона, есть женщины из срединного мира, есть женщины из жреческого мира. И можно сразу понять, да, что там в Посейдонном мире больше темного, в срединном примерно там половина, а в жреческом больше светлого, да? Ну... И, само собой, получается, что меньше всего влияния у женщин из срединного мира. Ну, потому что есть влияние большое у светлых дев из жреческого мира, да, есть темное влияние из мира Посейдона, у матерых там каких-то. А в середине получается ни то, ни сё, ни светлого нет, ни тёмного внимания. И именно из-за непонимания вот этого своего положения у женщин начинается куча неприятностей, которые они сами себе создают. Ну, вот вроде того, что или начинают рожать много детей, как Медея или как Нина вляпываются в лишние контакты с инфантильными любовниками, всё равно же, да, даже если она поймёт, что это глупо связываться с инфантильными, но травмы от связи-то всё равно будут, и придётся их удалять, лишняя работа, лишняя грязь. И, соответственно, ну, в общем, разные какие-то есть способы повысить своё влияние, которые всё приводят не туда. Вообще, как бы, у женщины есть три уровня влияния. Это мы возвращаемся к трёхликости богини Гекаты. Дева, мать, царица. Ну, дева, я так понимаю, что это супруга, суженая, суженая. Чтобы, как бы, усиливать своё влияние, как суженая, это нужно вычищать из себя венеричку. Ипостась матери, понятно, что надо вычистить из себя Геру, да? Ипостась царицы, это Артемиду надо вычистить. Мы уже всегда говорили, что царица – это Артемида, настоящая царица, тёмная. Ну, соответственно, по всем трём пунктам женщины всякие глупости наворачивают. Ну, ипостась мать – это не только к своим детям, это, можно сказать, дева из триединства. Что такое дева из триединства? Это женщина, которая в состоянии показать ученикам, то есть людям младше неё, какие-то свои качества положительные, за которые они смогут её уважать, и образуется триединство. Вот это вот ипостась светлой матери. Ну, то есть, по сути, я для вас должна стать светлой матерью. Чего пока, конечно, особо не наблюдается, но работаем. Ипостась царицы – это уже понятное дело, что это такого уровня дева, которая может влиять на целую страну. Чем больше дева, тем больше будет империя. Ну, вот, например, взять хотя бы Нину из Срединного мира и Зою Космодемьянскую из Жреческого мира. Смерть обеих будет совершенно по-разному влиять на людей. Если смерть Нины поможет увидеть в ней хорошее только у членов команды Илая, смерть Зои позволила услышать её всей стране, и обыкновенная, неинтересная, обычная тёмная война превратилась в священную, и люди стали расти на этой войне. То есть Зою с Ниной сравнить вообще невозможно. Но и ту, и ту услышат больше, когда она умрёт или в момент смерти. Ну, просто вот такой механизм. Смерть. Все знают, что смерть повышает всё то, что в тебе есть. Если в тебе есть плохое, то она плохое повышает. Если в тебе много хорошего, то она хорошее повышает. Помните этот, как его... Как раз в ролике по Хормеане, там старикан один зарезал себя, министр, чтобы остановить этого Фучая. И ничего же, только ещё больше убедил этого Фучая идти на проигрышную войну. Если бы министр был героем, его бы смерть, его светлый голос усилила бы, и Фучая бы прислушался. Он не герой, он... Он предатель. Я не помню, кажется, мы на каких-то семинарах разбирали, что он на самом деле предатель простой. Ну и вот... Получается, что... Понятно, что Нина из Срединного мира, её голос светлый, как прочищенные куски какого-то её подсознания, не слышат ни в Срединном мире, ни в жреческом, потому что её голос очень слабый. А голос Зои в жреческом мире слышат. Аркадий Гайдар же сразу же её услышал. Какой-то там профессор был, когда она болела, была в тяжёлом состоянии, он всё равно понял, что это выдающаяся девушка. Ну, а... В Срединном мире даже такую прекрасную, как Зоя, не слышат. Всё равно. Только... Только когда она становится мёртвой, то есть как бы убитая шкура льва. И вот представьте себе ситуацию. Ходит по полям бессмысленных войн дева и её не слышат. И понимает она, что должна пойти на смерть, на смертный подвиг, чтобы её услышали и чтобы танец драконов превратился в священную войну. Ну, грустно, да? Как-то так. Ну, торжественно. Но грустно. А теперь вспомните обычай сжигать масленицу. Провода зимы? Да. Как это? Баба зажигает? Чучело зажигает. Если зима — это смерть, как мы всегда зиму со смертью отождествляют, а весна — возрождение, то услышать мёртвую деву в Срединном мире же это возрождение наступает. То есть очень может быть, что вот этот обычай масленица, он вот как раз символизирует, напоминает о том, что прислушивайтесь хотя бы к мёртвой деве. Быстрее вырвитесь в жреческий мир. Ещё именно сжигание от Жан-Удар тоже получается. Сожгли. И она победила же после смерти только. Живую её практически не слышали. Я имею в виду, что просто именно сжигание или Дэя получается тоже. Да, точно. Или сжигание. Интересно. Да. А Зою Кочергой, кажется, да? Раскалённый. Мне кажется, почему-то, что должны были пулеволом так мучить, даже если это не описано. Пережигатель или ещё что-нибудь. Но всегда прижигают, да. Если что, какие-нибудь пытки есть, то обязательно прижигают. Ну, в общем, вот масленица, получается, это когда-то был праздник, который напоминал о том, что нужно вспомнить каких-то Дев, видимо, ушедших в... Правильно ушедших. Ну, в общем, к чему всё это? К тому, что во-первых, надо понять, что вы, находясь в Срединном мире, светлая женщина не видите или видите с трудом. Женщине тоже с этим смириться надо, иначе просто, когда тебя не слышат, ты начинаешь либо орать, либо ещё что-нибудь делать, истерить, либо рожать детей бежишь. То есть, ну, просто успокоиться. Ну, закон такой. Ничего не сделаешь. Спокойно и идёшь в жреческий мир, в котором будет по-другому. Ну, и вот Хармиана. Хармиана же, это получается как раз то самое, что она не побежала ни детей рожать, ни инфантильных любовников заводить, да, а пошла на то, на героическую смерть, чтобы помочь своему суженному пройти портал Гекаты, и оказывается уже в следующем воплощении в другом мире, где её будут слышать. Ну, красивый поступок. И тогда получается, а на чём, на чём Хармиана, не родив ребёнка, поняла, что ну, нечего лезть в Геру, чтобы повысить своё влияние. Но вспомните, какие отношения были у Антония с Клеопатрой. Ну, это же мамочка с сыном, да. И Хармиана всё время видела, что это некрасиво, неправильно. В частности, там даже у Шекспира же вот эти фразы говорят, говорит Хармиана Клеопатрия, ну, не надо так себя с ним вести, будь уступчивой, соглашайся там, не ври. А Клеопатр говорит, это лучший способ потерять Антония, твои советы. Ну, они как бы обе правы. Клеопатра с этим, как его, Антонием, они из мира Посейдона, там же совсем другие законы. И мужчины там удерживаются иначе. Хармиана, она уже плотно в Срединном мире и готовится в жреческий перейти. И она даёт советы из Срединного мира. Конечно, Клеопатра скажет, что это глупость. Но уже по самим советам видно, что на Антонии и Клеопатрии она поняла, что это скучный инфантильный любовник, а значит, и ребёнка раньше времени рожать не будет. И поэтому она уже была настолько развита, чтобы понять способ, как помочь суженному своему. И тогда интересно получается, ведь Антонио и Клеопатру свёл Цезарь, а не свёл ли он ли их как раз для того, чтобы появилась некая Хармиана, которая поможет Октавиану пройти портал Гекаты. Если Цезарь очень много делал для того, чтобы ускорить Октавиану путь, то почему бы здесь не вложиться? Ну, тут сложнее. Кажется, что Хармиану туда заслали, чтобы она получилась. А кто заслал? Ну, да, это уже сложнее. Ну, так сложилось, да, так сложилось. и на Барба придачу, чтобы лучше думалось. Ну, ещё можно так сказать, что, в принципе, все же ходы просчитаны. Обязательно рядом с мощной тёмной правительницей или просто там какой-то тёмной тёткой обязательно окажется светлая, растущая. Ну, как-то так получается, что всё само собой. И ещё вот интересно, ну, это, конечно, просто уже как прикол, Посейдон, ой, не Посейдон, Персей и Андромеда. Вот они как бы первые суженные, которые доросли до уровня великих правителей. Ну, может быть, не таких уж мощных великих правителей, всё-таки небольшое у них государство было. Есть ещё пространство, куда развиваться. у них были дети. И дети не пошли путём родителей, но хотели оставаться царями. И они пошли путём всех обычных царей через инцестные связи. Через тёмную связь власти. То есть там женились, ну, как минимум, на двоюродных братьях и сёстрах. Например, Геракл это правнук и Персея Андромеды по отцу и по матери. То есть его родители это двоюродные брат и сестра. Оба внука и внучка Персея и Андромеды. Ну, король и королева само собой. Тёмные. Тёмные. А Геракла получился свет? Ну, с Гераклом там, конечно, сложно. Там же непонятно, он чей сын. Ну, просто его воспитывал этот, как его зовут сейчас. Амфитриона и Алкмена воспитывали. Он, может быть, и результат неинцестной связи, Геракл. Нагулиный ребёнок. А, да. Там же вроде какая-то левая беременность была. Ну, да. Но воспитывали его всё равно двоюродные брат и сестра. Естественно. И ещё один прикол, который тоже сообразила, только когда пересмотрела ролик Хармиана. Помните, там есть такая Си Ши? Си Ши. Си Ши. Опять-таки в китайском фильме. Она там говорит Миняйлов, что это подвид матриархатчицы. Хотя по поведению вообще не видно, где она матриархатчица. Тихая, скромная, как-то ведёт себя аккуратно. Но она же явная артемидница, фея её называют. Кого называют феями? Артемидниц. Но если портал Артемиды ведёт в мир Посейдона, А там же матриархат. То есть артемидник, человек, побывавший в Срединном мире и возвратившийся обратно в мир Посейдона, он опять становится матриархатчиком, но он уже вкусил патриархат и может играть, находясь в мире Посейдона, играть в патриархатчика и можно его принять за обитателя Срединного мира. То есть такая ловушка, а то часто такое бывает. Смотришь на персонажа, но не может он быть патриархатчиком. А все ужимки патриархатчика или манера, лучше сказать. Такая хитрая ловушка от артемидников. Так, и тогда вот то, что обещано было рассказать про Андрея. Ну, вот эта проблема, спорить, умение спорить. Что, ну, во-первых, сначала положительный пример, что такое умение спорить. спор, это когда два человека пытаются найти более масштабное объяснение вопросу. один хороший пример недавно был, да, когда дед говорит, бомжатник, я говорю, не бомжатник. Потом мы качаем и находим решение более крупное, что да, бомжатник, но это, какого, причины, почему это бомжатник, другие, не то, что вещи собраны. Помните, на прошлом семинаре Миняйлов меня осадил, когда я начала спорить про бомжатник. Ну, немножко я, конечно, обиделась на это, потому что подумала, ну, блин, у нас тоже куча там полокнижных, книг с помойки, что у нас теперь тоже дом бомжатник. Я хочу сказать женщинам, что такая ситуация в жизни женщин постоянно встречается, когда мужчина говорит что-то странное, что опровергает, казалось бы, все, что он говорил предыдущее. Аргументы приводят, что вещи собраны с помойки. Это не аргумент для бомжатника. Ученых тоже часто с помойки собраны вещи. Но получается, что сам факт, что он меня резко в этом месте обрубил, говорит о том, что здесь можно мощно что накачать. И вот получается, что когда женщине приходится от мужа слышать что-то странное, что вообще не вписывается в логику обычных их отношений, то, что раньше он другой говорил, это всего лишь индикатор, что здесь есть, что можно прокачать на целый полсеминара. Вот это пример спора. Но не то, что я там на семинаре выпёрдывалась не бомжатник, не бомжатник, не это пример хорошего спора, а пример то, что мы потом пошли накачали. И качали, ну сам процесс качания, вот хороший спор. А когда бывает такое, что просто хочешь наехать на Минейлова и внушить своё мнение, как бы я логично при этом не мыслила, если такое возможно, это же не будет спор. Это будет просто вталдычивание. То же самое, когда человек начинает спорить и говорить, ну давайте убеждайте меня, я не согласен. Я тут буду вальяжно лежать и смеяться над вами, а вы мне давайте скачите вокруг меня объясняйте. Это тоже не спор. И таких вот не споров очень много. И ну я очень пугаюсь, когда влезаю в такие ситуации. Поэтому вот когда Андрей начал со мной как будто бы спорить на том семинаре, я очень испугалась, что грубо ему сказала, вы тупите. Ну вы тупите. Ну вы тупите. Не, подождите, Салтана, вот я сейчас возражу. Можно тупить, а можно не понимать. Вот если я про себя говорю, вот у меня в мозгу это не складывается. Вот как я не пытался, у меня это не складывается. Ну тогда, может, вы ошиблись просто. Просто вот сейчас такую дрюш сказали с точностью, да наоборот, от того, что мы обсуждаем. Мы попробуйте еще раз сказать. Может быть, вы просто ошиблись, оговорились. Ну, качаешь Геру, страшно боишься выступить Герой. Ну и поэтому я попросила Андрея покачать эту ситуацию, чтобы выяснить, что же там все-таки такое произошло. Ну мы покачали и очень хороший образ вышел у обоих. В тандеме просто идеально объясняется. У меня вышел образ скрепки из старого варда, помощник скрепка. А у Андрея вышел образ из фильма «Прогулка», когда вот этот канатоходец наступает на гвоздь незадолго перед тем, как ему по этому канату между этими небоскребами ходить. Ну, так как мы с дедом качали этот фильм, я знала, что означает этот гвоздь. Этот гвоздь был нужен для того, чтобы выйти из транса. Он человек улетный, трансушный. В трансе на этом канате можно свалиться при сильном ветре и качке. Боль в ноге его возвращает в реальность и он как бы этот свой трюк выполнил. Ну, то, что скрепка помощник, это и так всем понятно, как объясняется. Ну, и получается, что Андрей действительно там был улетевшим в тот момент. И он знает только простой способ, как вернуться из улета, чтобы на него кто-то гаркнул. Ну, и фактически это был крик о помощи. И в интересах семинара было, ну, сейчас мне же некогда было тогда удалять травму, из-за чего там Андрей улетел там или чего-то. Оправдано было в тот момент грубо ему сказать, чтобы он вернулся в реальность и мы могли продолжить семинар. Ну, я потому и испугалась, что поступила правильно. Поступила бы неправильно, у меня бы наоборот мания величия возникла, какая я крутая, ловкая там и прочее. Был еще один момент в том же семинаре, когда Андрей что-то начал говорить, что для него неубедительно, что любовь к Василькам может означать, ну, что кто-то там в семье в прошлом поджигал поля. я помню, я помню тоже тогда как-то не так среагировала и испугалась тоже, и мы на это тоже место покачали, и там уже помог Дима, он вовремя вспомнил, что у Андрея есть похожая ситуация, что когда у него, когда он куда-то приезжает, первым делом он начинает расчищать родник, и что всех это всегда удивляло, что насколько же Андрей ценит источники воды, что везде облагораживает эти родники. И Андрей у него, оказывается, была в детстве ситуация, когда он плюнул в колодец. Ну и понятно, что вот эти две вещи символизируют то, что какая-то была ситуация с водными источниками у предков. Неизвестно, какая ситуация, это не важно. Но суть в том, что у Андрея было что сказать на этом, на то, что я рассказывал. Был личный пример. Это болит, когда ты не рассказываешь. И человек начинает как-то привлекать к себе внимание. Но для себя он может подумать, что я спорю. Ну, вообще-то это функция матери в каком-то смысле сечь за учениками вот такие проблемы. Как за мной меняелов сечет, раньше, когда у меня было проблем выше крыши, это сплошная жизнь была, что все время меняелов сечет. У меня цвет кожи на лице изменился, я покраснела, побледнела, все, бегом качать. Что произошло? Не, ну это работало. В результате мы все это выкачали, и теперь не краснею, не бледнею из-за всякой ерунды. То же самое, вот получается моя функция матери светлой, которую я дико пугаюсь, вот сечь такие места, где вы улетели и оптимальным способом возвращать в реальность. А у меня была проблема на том семинаре, что я задыхалась. Ну, я этого не чувствовала, а на записи уже я смотрела, у меня после каждой фразы вот такой вдох прям сильный. А когда вот это вот задыхание, это индикатор, что нужно разобрать реальный случай из жизни. То есть реально был случай, который нужно было проговорить. Мой индикатор об этом говорил, но я еще не настолько никак меня не научилась еще настолько все это сечь. Будем учиться. И был еще третий случай на том же семинаре, когда Андрей сказал, ну что же, все женщины, которые говорят, что любят поле, у них поджигали, такого быть не может, столько поджогов нет на свете. Здесь, кстати, я опять задыхаться начала. Тяжело дышу. Но в этой ситуации я не думаю, что Андрей был неправ. Я думаю, что здесь как раз-то был вопрос, потому что после семинара я поняла, что я никогда в жизни никому не признавалась, что я люблю Васильки или поле. тут это была такая персональная личная боль, которая не хотелось с ней делиться. Соответственно, те, которые говорят про поле, это просто какое-то кривляние. Где-то прочли, кому-то подражают. потому что женщина кричит и в каждом углу говорит. Ну, например, я говорила, что я люблю дельфинов. Но на самом деле это какая-то подружка похвасталась передо мной, мне понравилось, и я начала повторять. Это вообще не относится к моему подсознанию просто никак. к личному опыту. Кажется, что женщина все равно наоборот выпячивает, допустим, ребенок не от нее, она будет говорить, что это мой сын, мой сын, мой ребенок. Кажется, все-таки, если какой-то обман присутствует, она будет этим хвастаться, выпячивать. Это же она знает, что ребенок не от мужа. И тогда у нее не будет болеть душа. А я-то не знала про поджоги, и у меня болела душа. Поэтому малейшее напоминание о васильках для меня болезненно, я не хочу их вспоминать. Я буду молчать. А если бы я знала, то да, я бы ходила, рассказывала, привлекала внимание, чтобы спихнуть свою боль на других. Там еще, добавить, там не Дмитрий, я вспомнил про эти родники. А, извините. Но я вот еще думаю, я вспомнил случай в музее, когда я тоже улетел, но вы тогда не гаркнули на меня, а начали просто крайне вежливо со мной общаться. А, да, я помню. Я уже понял, что какая-то ерунда происходит, так невозможно дальше. Может быть, это как частный случай. Но мне тогда тоже стыдно было за свое поведение. То есть, это где-то сидит, что где я поступаю как правильная мать, что это стыдно, позорно. Когда я начинаю истерично, в основном, конечно, я только на деда истерично могу орать, я в этот момент нисколько не стыжу себя, потому что я поступаю как темная гера в этот момент. А когда вот так вот сразу стыжусь, да. Но ведь это же есть стыд, это практически всегда индикатор победы. Какое-то время. Потом, наверное, стыд уходит, да? Индикатор пока. Когда ты начинаешь понимать, осваиваешь, то уходит. Так что вот, получается, вот такие ситуации надо обсуждать, чтобы понять, наконец, что такое спор, а что такое просто крик о помощи или желание убить тему в некоторых случаях. Ну, в общем, вариантов очень много, что маскируется под спор. Но самое главное это результат. Конечный итог спора всегда то, что в понимании растут оба. Если только один знал, а другой, наконец, понял, это не спор. Ну, тот, который знал, он же не вырос. Ну, Да, ну, это актуальная тема, потому что у нас последние несколько месяцев постоянно эти разговоры, ну, вроде как, ты не согласен, но надо же как-то это обозначить, там на семинаре сказать, допустим, когда с дедом не согласен. Ну, и вроде на семинаре чувствуешь, что это ни к силу, ни к городу будет. И вот, мы тут постоянно перетирали, как себя вообще правильно вести, что делать в такой ситуации. нужно расслабиться, нужно расслабиться и получать удовольствие от семинаров, и потом после каждого семинара разбирать ошибки. И это единственный способ. Ну, это мистерия же, вот тоже, да, театральная мистерия. Что это такое? Все очень боятся на театральной мистерии показать свои пороки, что они всплывут, зажимаются, напряженные. А мистерия для того и нужна, чтобы было, что потом обсудить. Вот ты, допустим, плохого персонажа играл, и дальше ты рассказываешь, вот здесь мне очень нравилось, я прям чувствовал себя крутым. Идешь, качаешь это место, обсуждаешь, разбираешь, пока не проходит. То же самое и семинар. Чем семинар, не театральная мистерия, на которой нужно расслабиться, явить свое нутро, чтобы потом разобрать ошибки. Поэтому то, что Андрей себя показал на том семинаре, это его победа. Только победа, конечно, в том смысле, что ее потом разбирать надо. И интересно, женщины обсуждали, когда этот семинар, я вообще ни слова не писала про Андрея, и вообще ничего не писала. И они говорят, что да, видно, что Андрей там что-то злится, что он неправ, что и стыдно ему там видно. Но лучше уж такой, чем эта светящаяся правильность. Ну все, я услышал, женщина. Главное, и переиграет. Да. Вот в том-то дело, искусственно, если тебе просто что-то хочешь сказать, не надо. Это когда из тебя прет, уже остановиться не можешь. Вот тут. Да-да-да. Ну давайте на сегодня все. Доброе утро. Да-да-да. Продолжение следует...